Можно ли заработать в интернете? Да, можно. Но немного. Если вы новичок. Давайте поговорим о таких сайтах, на которых можно действительно зарабатывать новичком. Вот, смотрим. Так. Начнем с сайта Катаргет. Вот, смотрите. Я выполнил задание, мне дали за это Робуль 28. Таких заданий, конечно, очень мало в основном. Это впервые я такое вижу, что так дорого платили за задания на этом сайте. Откуда берутся задания? Мы привязываем свой профиль с сетсетей. И с этих сетсетей приходят всякие задания. Вот, это задание было с YouTube. Я просмотрел видео целых 10 секунд и закрыл его. Ну, потом проверил. Мне дали такую сумму. Минимальный профиль для этого сайта составит 25 рублей. Ну, сейчас смотрим. Почему-то не открывается. Сразу. Ладно. Давайте посмотрим, платит ли он вообще. Вот. Я уже заготовил его подкрыл этот и открыл. Вот. Выплата сайта Катаргет. 26 рублей. Ну, круга. Тоже такое вот. Вот мой кошелек. Ну, если кто не верит. Так. Вот. Я потом объясню. Также вот же тот же кошелек мой со следующего сайта. На этом сайте, в принципе, не нужно ничего делать, так как скачать расширение и поставить его в судьболозе. Вот такое расширение. Вот. У меня сколько уже накапало. 2 рубля целых. Вот. Статистика за сутки. Заработан уже 6 копеек. Приходов 6 на фотосайты. И просмотры тизеров. Что такое тизер? Это такая маленькая реклама в каком-то там углу вашего монитора. Вот. У меня высохотилось 17 тизеров. Там по 0,1 копейке. И по 3 копейки, может быть. 4. В зависимости от рекламы. Вот. Минимальный порог для вывода здесь 10 рублей. На всякие кошелеки, такие как WebMoney, там PerfectMoney. Вот смотрите. Два раза выводил. Тот же кошелек. Но правда интервал в том, что вот с этого сайта примерно с очередностью в месяц я выводил. Так как ну примерно месяц нужно набирать минималку. Ну, я думаю, намного меньше, потому что я не так прям интенсивно на этом зацикливался. И думаю, не все так потеряно. Так вот. Вот на VK Target правда минималку можно набрать примерно так дня за 2-3. Ну, я думаю, может кому-то так и везло, что прям целая куча рекламы была и кто-то выводил за день без наличия рефералов и тому подобное. Вот так вот. Дальше идем. Такой сайт еще существует, как VVIP.RU так, у меня надо копировать 16 центов. Минимальный порог вывода здесь 10 центов. Такая хитрость. Если вы вот выбираете все в центах на WebMoney кошелек, здесь снимается комиссия в 1 цент. Я этого раньше не знал. Выводил на VMZ кошелек, у меня снималось 1 цент. Ну, потом я перевел на VMR и все-таки понял, что комиссия как бы пропадает. Вот, смотрите, всякие там выплаты. 15 рублей даже было. Что нужно на этом сайте делать? Можно тоже, как и на тизере, скачать расширение и установить браузер. Она будет выполнять всякие задания в соцсетях. тоже там же привязывать нужно их и тому подобное. Но, в принципе, оно и не работает. Лучше скачать так программу и выполнять все это в ручном режиме. Ну, как вот это у меня выстречивалось. Вот, смотрите, мы делаем вот так за вот эту сумму. Заходим, кликаем. Вот, пожалуйста, ждем еще 20 секунд. Ну, тоже свои интервалы там разные бывают. Вот эта категория серфинга тут оплачивается очень так ну, скудно во всемном. В заданиях по полцента платят за задание. там тоже два или три клика нужно сделать в основном по гугл-рекламе. Ну, как видим, еще вот тоже переход по сайту опять сделали. Ну, остался один переход по сайту и потом нужно будет догадать капчу. Ну, не такая капча как везде. Она просто может быть написана цифрами либо же словами. И здесь нужно будет найти ответ. Так, ну, может, сейчас еще подождем и должна быть капча. Ну, я думаю, не стоит ждать. Давайте пойдем дальше. Так, выводы отсюда. Ну, в принципе, я это могу показать, но очень долго искать. вот, выводы вот, пожалуйста. Ну, где-то тут отчеты взять. Так, отчеты. Что-то не догружает. Структура перехода. Ну, ладно, попробуем что-то из этих не работает. не в этом суть. Главное, отсюда нужно ввести какие-то там средства. Так, ну, идем, конечно, по убывающей. От самого большого источника прибыли к самому меньшему. Ну, такой сайт, как Roupserve, тоже один из таких буксов самых-самых старых, типа напоминающийся в SEO Sprint, на котором меня все больше отвращает количество тупых заданий и скупых рекламодателей, которые хотят, чтобы за 10 копеек исполнили штук чуть ли не 8 заданий. Вот, всякие там, тут тоже такое же есть. Вот, регистрация плюс 11 серфинга за целый рубль. в принципе, это еще возможно, но не впаду это делать. Вот, пришло задание. Посмотрите видео, 52 копейки. это не самых-таки оптимальных источников дохода. вот это вот 12 рублей я сегодня заработал, это практически так, не напрягаясь. Если компьютер включен, можно там спокойно бросить его и просто слушать, когда придет уведомление, ну, и заходить смотреть какую-нибудь там фигню, типа делать задания. Ну, в принципе, не напрягающая вещь. ну, этот скорее так. Вот Observe где-то заглючил. Так, вот эти задания всякие. Заработок тут на кликах, письмах, ну, и тому подобного. Клики здесь по две копейки, ну, потом полбывающей там 0,8, 1,34. Вот этот тизер, который обычно высвечивается. видите, он зачислено 0,1, ну, одна копейка, в общем-то. Ну, закрываю. Тут вот все это дело добавилось. Самое там такое основное самое-самое вот 0,33 копейки аж за эротику. Ну, там можно письма посмотреть, там. Ну, такое вот самое интересное на этом сайте это автосерфинг. Мы качаем программу, вставляем ключ в нее, открываем вот например в этот капча получаем такой итак это то, мне нужно вот это вот программа с этого рубсерф у меня уже вставлен ключ так как он включается автоматически и она собирает свою валюту называется коины вот много кто говорил что можно ее включить бросил она будет там постоянно типа работать ничего подобного не будет работать постоянно она будет собирать до определенного количества коинов но это не больше там может 60 либо же как вот сегодня было 100 а потом высыпется такое окно и все и можно спокойно закрывать потому что на сегодня уже не будет рекламы приходим опять назад вот самое интересное на этом по-моему сайте это вывод всего лишь 10 копеек на всякие там кошельки плюс еще же обмен валюты вот этой коин тоже на типа реальные деньги мы переводим ее в копейки и выводим ну вот сегодня примерно тоже выводил там 20 копейка была на мои опустошенные кошельки так вот сейчас дойдет опять задание высветилось в принципе оно такое мизерное можно всякие там поискать тоже буксы на которых вывод когда чуть ли нет 30 копеек ну либо вообще без порога вывода но все равно на них много не заработать нужно не знаю целый день сидеть и выполнять всякие тупые задания это так поиграться если кому-то хочется я обычно не воспринимаю все это так всерьез могу посидеть на этом сайте вк таргет и все больше меня ни на что не хватает ну так если интересно могу оставить все ссылки на сайты в описании поедем поедем